Донбасс Изначально это был видеопроект об успешно адаптированных переселенцах, потом из него родилась книга с этими же историями. Почему успешно адаптированные переселенцы? За последний год, когда люди массово стали выезжать из Донбасса, сложилось мнение о переселенцах, что это такие никому непонятные, неведомые люди, которые приехали к нам сюда, уселились и непонятно, что вообще от нас хотят. Очень такой негативный образ переселенца, который мы попытались изменить. Потому что на самом деле среди переселенцев из Донбасса, из Крыма, очень много самодостаточных, классных, адекватных, позитивных, веселых, полезных, крутых людей. Каждая история, которую мы находили, была настолько уникальна, настолько вдохновляющая, что над проектом работала я, работало еще двое траторов, они тоже переселенцы, еще несколько людей, команда, которая тоже из Донбасса, и мы после каждого героя переживали. Книга содержит сами истории этих переселенцев, здесь 31 история людей в разных уголках Украины, потому что кто-то переезжал поближе к дому, это герои в Запорожье, например, там более похож менталитет, там вот похожи условия работы, которые они могли найти, вот им там было комфортнее. Кто-то наоборот уезжал там максимально далеко, я не знаю, там Тернополь, Ивано-Франковск, Ужгород, вот в Ужгороде, дальше всего, куда мы заехали. Вообще было 14 городов, где мы искали наших героев. Вот наш проект из Руманской Толобачи и Донбасса, и вообще наша общественная организация, Донецкий институт информации, и нацелена как раз на поддержку таких проектов, и реализацию таких проектов, которые вы заставляли чуть-чуть думать. Не так думать, как Russia Today, «Sync Different» у них там написано, то есть ты подумай, а потом пойди и прочитай там Ницше и всех возненавидь, после этого нигилизм объяви свои главные цели. А думать в позитивном ключе, ну то есть не неонитшанством заниматься, а позитивно в ключе думать. Нёша сказал очень классную вещь насчёт того, что мы единственные адвокаты здорового Донецка, здорового Донбасса. И одна из целей вообще вот этой книги, этого проекта была в том, чтобы показать жителям всей остальной Украины, что на самом деле воспринимать людей стоит, наверное, не по их прописке, а по тому, насколько они действительно люди, по тому, что они делают, по тому, как они себя ведут, по тому, как они относятся к окружающим. Редактор субтитров А.Семкин